Здравствуйте! В эфире «Углегорские новости» в студии Ольга Гладкова. Новогодние каникулы на исходе. Скоро все вернутся к рабочим будням. А пока желаем вам доброго продолжения выходных в кругу родных и близких. 7 января православные отметили праздник Рождества Христова. Как встретили ночь перед Рождеством в Глегорском районе в сюжете Снежаны Соколовой. Ровно в полночь звон колоколов храма Владимирской иконы Божьей Матери оповестил Углегорск о наступлении Рождества. Службу в этом году здесь провел священнослужитель Южно-Сахалинского кафедрального собора Рождества Христова. Помолиться и пройти обряд елеопомазания верующие приехали из разных уголков района. Светлана Лучкова из Шахтерска. Рождество – это огромный праздник. Не просто для человека, но для православного человека. Это вдвойне праздник, потому что Бог все дает. Служба завершилась рождественским посланием к углегорцам. В своем обращении священнослужитель подчеркнул. Непростой 2020 год все же принес людям пользу. Духовную. Сотни людей в Сахалинской области объединила идея помощи другим. Каждый, кто побывал на рождественской службе, убежден. Вера в добро и любовь дает надежду на лучшее и придаст сил достойно пройти через любые испытания. Спасибо, помилуй. И сохрани нас, Боже. Снежана Соколова, Евгений Мелехов. Углегорские новости. К статистике заболеваемости COVID-19 в Сахалинской области. На 8 января в регионе зафиксировано более 16 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выписаны 14 тысяч человек. 18 больных скончались. Среди них две жительницы Углегорского района. Второй случай произошел на этой неделе. От COVID-19 умерла жительница районного центра 1955 года рождения. Женщина страдала сахарным диабетом. В Углегорском районе коронавирус подтвержден у 791 человека. С диагнозом пневмония лечение проходит 76 жителей района. На самоизоляции находится 171. Сейчас в округе завершили первый этап вакцинации. Отечественным препаратом привились 40 человек. Это 25 медицинских работников, 5 человек с хроническими заболеваниями и 10 добровольцев. Следующая партия вакцины ожидается после новогодних праздников. В районе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. На особом контроле торговые точки. Все эти дни в Углегорском районе периодически идет снег. Любителям прекрасного он дарит сказочно красивые пейзажи. А у коммунальщиков, как обычно в эту пору, всегда много работы. Какой будет погода на предстоящей неделе, расскажет Надежда Скоробогатова. Далее не пропустите на нашем канале совместный проект телерадиокомпании «Владивосток» и «Углегорские новости». Фильм специального корреспондента ВГТРК Максима Каленика. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи. По информации ГИС Метео, предстоящую неделю в Углегорском районе ожидается преимущественно пасмурная и снежная погода. Завтра будет небольшой снег. Днем минус 15, ночью минус 17 градусов. Порывы ветра до 11 метров в секунду. Воскресенье пасмурно, небольшой снег. Днем минус 15, ночью минус 17 градусов. Ветер до 9 метров. В понедельник небольшой снег. Днем 14, ночью 16 градусов ниже нуля. Скорость ветра 10 метров в секунду. Во вторник облачно, небольшой снег. Днем минус 10, ночью до 15 мороза. В среду также облачно, небольшой снег. Днем 6, ночью 15 мороза. Ветер до 12 метров. В четверг синоптики прогнозируют пасмурную погоду со снегом. Усиление ветра до 20 метров в секунду. Днем минус 6, ночью минус 7 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова